Алло, да-да-да, да, Сергей Эдуардович, да-да-да, всё будет хорошо, да, я вам обещаю, буквально пару денёчков я допишу одну эротическую сцену и всё, и роман у вас на столе, договорились, два дня, всё, хорошо, отлично, всё, спасибо. Так, значит, он расстегнул на ней блузку и спустил её, как шкурку перезрелого банана. Нет, он сорвал с неё блузку и заскользил губами по её телу, как плющенка по льду. Нет, не пойдёт. Он сорвал с неё блузку и она страстно прошептала. Вынеси мусор. Ну, какой ещё мусор? Мусор я принесла тебе, вынеси. Заняка, ну ты видишь, я работаю, а? Ты видишь, я работаю. Я в творческом процессе. Господи. Я же писатель, пойми, мне осталась одна сцена дописать. Не мешай мне, пожалуйста. Просто Дарья Донцова-самец. Я пытаюсь закончить роман. Он сорвал с неё блузку и с её губ слетел полный страсти криш. Вынеси мусор. Вынесу я твой мусор. Сначала мне надо дописать эту эротическую сцену. Ну, не мешай, а? Господи, ну я же тебя просила. Скажи, что ты там накропал? Давай, я тебе помогу. Ну, быстрее дело пойду. Хорошо. Он сорвал с неё блузку. Так. Потянулся к ней губами. Так. И нежно... Захрапел. Почему захрапел? Ну, вспомни нашу с тобой годовщину. Да при чём здесь я? У меня тут персонаж. Он сорвал с неё блузку. Ну? Потянулся к ней губами. Так. А она трепещает желание. А она трепещает желание для настроения. Включила песню Стаса Михайлова. И вроде как что-то там началось между ними. И оно уже даже завершилось. И когда оно завершилось, то Стас Михайлов допивал второй куплет. Ну-ка, дай-ка. Я позволю, что ты там накропал дай. Господи. Он сорвал с неё блузку. Да. Потянулся к ней губами. Да. Ой, вот это про банан мне нравится. Господи, какая ерунда. Ну, ты же писатель. Ну, где правда жизни? Где? Пиши. Она издала низкий протяжный стон. Когда вернулась домой после второй смены. Когда она увидела мужа на диване. В одних трусах её тело. И он просто сотряслось от желания дать ему в морду. Она совладала с собой и произнесла нежно, ну, возьми, возьми мои тяжёлые сумки, козёл. Затем она бросила курицу в микроволновку. А он подошёл сзади. Он обнял её за плечи. И он, и он зашептал ей в ухо страстно. Дай мне... Дай мне... Дай мне пожрать! Эротические мысли завертелись в её голове, как трусы в стиральной машине. И она... Она крикнула ему от безысходности, вынеси мусор! Хватит! Дай сюда! Это вообще не литература. Чё ты несёшь? С ума, что ли, сошла? А какая литература? Ну, какая литература? Ой... Это наша с тобой жизнь. Ой... И где ж ты такое видела? Вспомни нашу с тобой годовщину. Сколько можно её вспоминать, эту годовщину, а? Ты понимаешь? Мне нужна эротика. Обрати на меня! Это же 75 килограммов чистейшей эротики! Ну! Ну, делай же что-нибудь, ну! Мне на бумаге надо! Господи, Боже мой! Ладно, на бумаге так на бумаге. Пиши! Он обнял её страстно! И мурашки затацевали по её телу ламбаду! Подожди! Не торопись! Сначала надо блузку снять! Господи, да я же... Да не с тебя, с героини! Господи, да с меня! Когда будем снимать? Когда? Когда закончу! Ты пойми, писатель... Женщина, она как книга. Она хочет, чтобы её читали. А если кто-то думает, что один раз прочёл полстранички за полгода, это всё... То он должен знать, что у нас самая читающая страна в мире. Я тебя понял. И хорошая книга, она найдёт своего читателя. Понял? Зая, ты главное не нервничай. Я тебе обещаю. Вот я закончу, вот всё, что я здесь напишу, то у нас и будет. Да. Да. Хорошо. Да. Это не я сказал, это ты сказал. Хорошо. Ну тогда пиши. Пишу. Пиши. Пиши. Пиши, я буду диктовать. Да. Она пришла. Она пришла домой и потеряла дар речи от увиденного. Пол был усыпан лепестками роз. Посуда была вымыта до блеска. Мусор был вынесен на два месяца вперёд. А в коридоре она увидела мечту всей своей жизни. Она увидела замечательную, красивую, дорогущую шубу. Мужчина. Нажми на тормоз. А тормоз? В это время молча. В кухне чистил картошку. Нет. Он подошёл к ней и страстно прошептал. Да. Да. Он страстно прошептал. Я прибил полочку тебе на кухню. Спасибо, сказал мне. Спасибо, милый. Наконец-таки. Я ждала этого известия 15 лет. Спасибо. Нет. Он сорвал с неё блузку. Да. Повалил на диван. И зажептал ей на ухо. И зажептал ей на ухо. Я хочу. Я так хочу, чтобы к нам приехала твоя мама. Нет. Да. И положил ей в руку ключи от автомобиля Рено розового цвета. Всё. Что всё? Всё. Конец романа. Конец романа. Да. Ты обещал. Зая. Наше совместное творчество меня так возбудило. Да. Что я обуреваемые желания. Да. Трепещают нетерпением. Да. Дрожат порыва. Вот этими руками сейчас возьму. И вынесу мусор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова